За штурвалом разбившегося в Приангаре пассажирского самолета был 34-летний свердловчанин, уроженец Каменско-Уральского Николай Махнутин. Наш земляк выжил и сейчас находится в Иркутской больнице. Авиакатастрофа в Иркутской области произошла накануне. При заходе на посадку аэродрома «Казачинская» потерпел крушение двухмоторный пассажирский самолет Л-410 авиакомпании «Сила», сибирская легкая авиация. На борту самолета было 16 человек, 14 пассажиров и два члена экипажа. Один из пилотов и трое пассажиров от полученных травм скончались, остальные были спасены. Сам Николай Махнутин рассказал о причинах падения самолета. Телефонный разговор с ним опубликовало издание «База». Сбой навигационной системы. GPS-навигатор увел с помощью автопилота самолет правее заложенного курса. Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял, что нас ведет правее автопилот. И во время набора высоты мы зацепили сопку. Пожар, слава богу, не случилось. Я потерял сознание. Я сначала принял возле дымы, а оказалось, это был туман. Он стал причиной ухода на второй круг. Я не установил визуальный контакт с землей и принял решение ухода на второй круг. Во время ухода на второй круг полосу я увидел, но она была левее, чем мы летели. А должна была быть четко по центру. Во время ухода на второй круг в условиях тумана самолет зацепил сопку и упал в тайгу. Как рассказали спасатели, прибывшие на место авиакатастрофы, у Николая Махнутина были зажаты ноги, и он не мог покинуть кабину самолета. К тому находился в состоянии нервного срыва. Но, к счастью, пожара после падения не последовало, а потому большинство раненых выжили. Как рассказала газета «Комсомольская правда», Николай с детства мечтал летать. Сумел поступить в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, где выучился на пилота. Другой пилот, попросивший не называть его имени, рассказал журналистам впечатления от совместной работы с Николаем. Цитата. Николай был у меня вторым пилотом. Запомнился как очень ответственный и педантичный пилот. За время совместных полетов внештатных ситуаций у нас не возникало, но отрабатывали такие ситуации на тренажере. Николай всегда получал за эти тренировки высокий оценок. Могу сказать, что командиром воздушного судна стать не так просто. Нужно проделать сложный путь от курсанта до КВС. И Николай на всех этих этапах проявлял себя хорошо. И в этой ситуации он все сделал правильно. Ушел на второй круг. Разбившийся самолет Л-410 был практически новый и построен в 2014 году в Чехии на заводе LED Aircraft Industries, принадлежащий Уральской горно-металлургической компании. Это не просьба о финансовой помощи. Это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Чаремета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!